Здравствуй, дорогой друг! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Призываю вас проявить ответственность, проявить солидарность в общем деле, направленном на борьбу с инфекцией. Давайте сорганизуемся, давайте постараемся максимально ограничить свои контакты с другими людьми. Возможно, это будет самым большим, значимым делом в победе над болезнью. Мы любим своих родных и близких, мы переживаем за них. И здесь, своими действиями, мы можем внести большой вклад в общую победу над угрозой. Я переживаю за вас, дорогие мои, и возношу свои молитвы Господу Богу, и спрашиваю у Него милости, покровительства и помощи. Дай Бог, чтобы эта болезнь, которая сегодня способна посетить каждую семью, каждый дом, обошла нас стороной. Но чтобы это произошло, чтобы это случилось, нам необходимо действовать. И пускай Господь будет нам в этом добрым и славным помощником. Храни всех Бог! Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Наталья спрашивает, в чем справедливость, если достаточно покаяться, и совершенное тобой зло будет прощено? Дорогие друзья, этот вопрос вызывает улыбку и носит в себе, ну, признаемся честно, долю лукавства. Есть такая поговорка, если не согрешишь, то не покаешься, а если не покаешься, то не спасешься. По логике, чтобы спастись, нужно согрешить? Нет, все не так. Дело в том, что грех – это единомоментное нарушение закона. Закона Божьего, закона мироустроения, если хотите. Это не нарушение правил дорожного движения, это не нарушение этикета. Это нарушение Богом устроенного закона. Но он моментен. Что ведет ко греху? Ко греху ведет человеческая воля. Ведь нас никто не заставляет совершать грех. Нас никто не заставляет оскорблять человека. Мы это делаем сами. Возбужденные раздраженным сердцем или гневным, когда ругаемся с ближними, когда не хотим уступать. Но кто заставляет нас высказывать бранные слова, к примеру? Мы, и только мы. Мы согласны сказать это слово, и мы его воспроизводим. Мы обижаем сознательно человека, сознательно, используя бранные, обидные слова. Грех в том, что мы произнесли слово и обидели. Но та цепочка, которая продела этот грех, она показывает, насколько испорчено наше естество. Ибо от сердца исходят помышления и слова человеческие. Это в первую очередь показатель нашего уязвленного раздражением и гневом сердца. Я разбираю один грех как пример. Так вот, мало того, что появившись на свет грех совершается, он еще несет за собой и последствия. Ибо человек, ни разу не бронившийся в жизни, и не знает, что такое брань. Человек, ни разу не обманывавший, не знает, что такое обман. Человек, не впадавший в гнев, чужд гнева. Когда мы совершаем грех, мы открываем для себя возможность повторения этого греха. Мы как бы влагаем ложку дегтя в бочку с медом, запускаем зло в свою душу. А сколько грехов мы совершаем на протяжении одного дня, о неделе, о месяце по отношению к другим людям? Сколько зла мы запускаем в себя. И вот это зло, оно ведь из нас никуда не девается. Оно остается внутри. Оно пытается сжиться с нами. Каждый раз, совершая грех, мы делаемся злее. Покаяние. В таинстве покаяния мы получаем прощение от греха, в котором себе признались, признали свою неправоту, сокрушились с отделанным и получили от Бога прощение. Так все и есть, и не иначе. Но злые умения, которые мы стяжали этим грехом, они остались, остались в нас. И они могут спровоцировать грех к повторению, многократному повторению. Они заразили нашу природу. Каждый раз, совершая грех, каясь, в нем мы получаем прощение, но не исправляем сами себя. Ибо то, чем мы себя заразили, называется страстью. Это тяга ко греху. Страсть не изживается покаянием и исповедью. Страсть изживается противоположной добродетелью. Много ли мы себя заставляем делать добродетели? Нет, не много. Поэтому, даже когда мы с вами исповедуемся, даже когда мы получаем разрешение от греха, но не меняем при этом своего сердечного настроя, не расчищаем внутреннюю тьму и не избавляемся от внутренней злобы, мы мало что меняем в своей жизни. Бог не будет считать, сколько мы совершили грехов. Сыне, дай мне твое сердце. Так сказано в Писании. Покажи Богу, обнажи перед Ним свое сердце, и будет видно, какой ты больше злой или больше добрый. Способно ли твое естество выдержать святость небесного Творца и Отца? Или же по грехам своим оно будет чуждо ему и будет отторгнуто от него? Мало простить грех, надо еще исправить его последствия. И вот для этого, дорогие братья и сестры, мы с вами должны вести жизнь праведную. Мы должны исправлять пути свои. С путей зла, на пути добра и на пути истины. Мы должны смотреть не в ту сторону, где дьявол и соблазн, а в ту сторону, где может быть себя в чем-то надо удержать или ограничить, в ту сторону, где есть Господь, ожидающий нас. И вам, и себе, с вашего позволения, я желаю смотреть почаще в сторону Бога и поболее идти к Нему. Спасибо.